привет дорогие друзья и добро пожаловать на диаваде для творчества сегодня меня для вас маленькое видео на тему вязание спицами и крючком к маленький сравнительный мастер-класс по водному вязание я очень часто слышу от друзей или от подписчиков вязание крючком или спицами как ты вяжешь в чем разница вообще тяжелее или легче очень простой ответ на это то что вяжется вяжется спицами с двумя спицами а то что вяжется крючком всегда вяжется с 1 с одним крючком то есть с одним инструментом в общем то конечно результат это вот то что я сравнивала как раз все сейчас вам покажу все преимуществ недостатки и я подумала что я делаю примерно одинаковый конечный продукт из одной и той же пряжи но разной техникой то есть разными типами вязания спицами крючком и покажу вам виде так я сделал две повязки на голову видите сейчас вот здесь на ведь если вы сейчас скажите Если мне кажется, это лучше или другая лучше, я хочу что-нибудь завязать и тем, и другим способом, кликайте просто на мое видео, следующее видео, там есть связанный вариант этой повязки, очень простой, связанный просто тупо лицевыми петлями, здесь также очень просто вяжется это вязание крючком столбиками без накида, мне кажется, идеально для начинающих этот тип вязания крючком. Я покажу вам в обоих видео, соответственно, очень-очень медленно и понятно, как это все правильно делается, какие размеры для крючков нужно использовать для этого, в общем, вы это очень быстро сделаете, и я бы сказала, что вас займет это не больше часа на каждую повязку. Итак, здесь вы видите, если я раздвигаю рядочки вот здесь вот, то это вот немножко тянется, что-то между ними появляется, какие-то петельки, это техника, конечно, вязания спицами, если вот так вот растянуть петельки, то вот видно, что лицевые петли. Здесь тоже немножко тянется это вязание крючком, но здесь немножко плотное более получается вязание, если вы просмотрите между рядочками, между петельками, вот так вот, здесь немножко как бы дырчатая структура получается, здесь нет, если вот так вот растяну ряды, здесь видно, что очень плотные ряды между собой. Здесь также вот такая вот есть область, где вообще практически нет дырочек друг с другом, конечно, выглядит немножко тут по-другому, и здесь вот такой вот волнообразный узор, я называю все время это вот такие вот волночки, и если их между ними растянуть, то видно вот так вот переходы между ними, здесь видите, вот такие вот галочки. И здесь также есть определенный рисунок из петелек, где я вот вязала, где я вводила свой крючок, и нить, и где между ними протягивала нить, вот как они выглядят, на ощупь они также отличаются, здесь немножко компактнее, где связано крючком, здесь немного более расслаблено, уютно. Я всегда сравниваю вязание по толщине, если я вот так вот гладу одно на другое, так, уберу крючок. Оба одинаковые по толщине, нет вообще разницы между ними, как мне кажется, мне кажется, они также одинаково теплые, правда, я не тестировала их, конечно же, на улице, но, например, не ходила в них целый час или что-то в этом роде, то есть не делала пробу на себе, но в любом случае они будут очень-очень теплыми, я уверена. Они немножко по-разному выглядят, эти техники вязания, вот наружная сторона, вот здесь вот такие вот петельки, здесь вот видите, они пересекают друг друга на краях, меняется все время вот здесь вот такой вот край, здесь вот так же, связано это рядами, здесь я также вязала рядами, но здесь, как вы видите, очень-очень ровный край, получаются такие вот крайние петли, образуют вот такой вот галочный узорчик, очень красивый, и вот этот вот ряд в виде галочек всегда идентифицируется, как вязание спицами, это всем известно. Также эти галочки всегда одна выходит из другой, и вот здесь вот смотрят они всегда наружу, и в принципе, если вот так очень-очень сильно раздвинуть между собой ряды, то здесь вот видны также эти галочки между ними, это вот волнообразный узор. У обоих изделиях я сделала так, что я шивала две части между собой, а потом вот это место шва обматывала специальной техникой, мне кажется, специально это нитка, и это очень хорошая техника, получается такой вид бантика, мне кажется, очень мило на обоих изделиях это получилось. Я бы сказала, что обе техники имеют свои преимущества недостатковые, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какая вам техника больше нравится, какая повязка лучше получилась, что бы вы носили, как вы любите вязать сами, пишите это все в комментариях. Я бы сказала, что я последний год везу регулярно спицами, очень-очень люблю вязать крючком, и определенно на нашем канале я буду показывать вам новые мастер-классы по вязанию всеми видами. Как я сказала, я очень жду ваших комментариях, пишите, какие мастер-классы вы хотите послушать, какая тематика по водному курсу вязания, в общем, в чем разница между вязанием и спицами, и крючком. Ну, пишите, что вы думаете, я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео, вы получили удовольствие, если это так, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите внизу кнопку подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока-пока!